Музыка Здравствуйте, мои юные телезрители! Я очень рада вас снова видеть. И очень рада вашим рисункам, которые вы мне прислали. Они оказались для меня большим подарком. Посмотрите, какой красивый рисунок мне прислала Марина. Она сама рисовала яблоки, травку, небо. А мама ей немного помогла нарисовать девочку. И очень меня порадовал рисунок Веселины. Здесь, наверное, все-таки я и маленький Савеночек. Меня также порадовали ваши письма. Одно письмо мне очень понравилось. Его мне написали Хондорины, Саша и Ира. Здравствуйте, тетушка-совушка! Тетушка-совушка, как у вас дела? У нас с братом возник вопрос. Какие ты любишь песни? Вы знаете, Саша и Ирочка. Я очень люблю народные песни. Калинка, Березонька. Спасибо вам большое за такие красивые и теплые письма. А теперь я очень спешу к ребятам в литературную гостиную, чтобы рассказать им новую сказку. А какую вы сейчас узнаете. Здравствуйте, ребята! Вы готовы слушать новую сказку? Конечно же, я вам расскажу интересную. Давайте вы угадайте, про кого у нас будет сказка. Полосатая мордочка. И каждый день умывается. Никогда не забывает. Правильно, это котик. Давайте сундучок попросим, чтобы он нам показал котика. Сундучок, покажи нам, пожалуйста, котика. Ой, котик. Ой, смотрите какой. Котик. Мягенький животик. Правильно? И какие у него ушки и глазки. Наверное, послушный. А кто же еще будет в нашей сказке? Рыжая плутовка. Кур ворует ловко. Кто это? Правильно. Лисичка. Сундучок. Давай нам лису. А то у нас сказки не будет. Есть и лисичка. Смотрите, какая. Рыженькая. Красивенькая. Хитренькая. Ах! Ты хитренькая? Да. Чуть-чуть. Разве можно быть хитренькой чуть-чуть? Ну ладно, ты только не хулигань. Кто же у нас еще будет? У него есть красивый кафтан, красивая бородка и золотой гребешок. Правильно. Это петушок с золотой гребешок. Сундучок. Так, сундучок. Давай нам петушка. Вот наш петушок. Золотой гребешок. Масленобородка. Ой, 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 как ремес. Ой. Петушок, сказка про тебя будет. Правда? Ой, какой хороший. Ну что, начнем нашу сказку? Да. Жили-были в лесу котик. Мягенький животик. Так вот. И петушок. А лисичка жила в норе. Кот с петушком жили-нетужили, дружили. Котик за петушком ухаживал. Зернышек ему насыпал. Гладил его. И кормил. И вот как-то котику понадобилось пойти в лес. За дровами. Ты, петушок, никуда не уходи. Сиди дома. Дверь никому не открывай. Не буду. Я послушный. Остался дома петушок один. А котик повздыхал и пошел в лес. Да? Вот возьми. Петушок сидит дома один. Ой, скучно ему стало. А в это время мимо дома бежала лисичка. Увидела она, что петушок дома один. И говорит, сейчас я его съем. Я его сейчас поймаю. Петушок, петушок, золотой гребешок, масляно-головушка, шелково-бородушка. Выгляни в окошко. Дам тебе горошко. А, петушок выглянул в окно. А лиса его хватит. И потащила в лес. А, тащит его, тащит. А петушок и кричит. Несет меня лиса. За далекие леса. За высокие горы. За быстрые реки. Услышал его котик. И прибежал на его крик. Догнал лису. Отрепал ее. И отобрал нашего петушка. Отнес его домой. Посадил на печку. Говорит, что ж ты меня не слушаешь-то? Нельзя лису слушать. Она же обманщица. Петушок погревал немножко. Я больше не буду, сказал. И котик ему поверил. Ну, хорошо. Пойду я в лес. Дров-то я так и не нарубил. И опять ушел в лес. Петушок остался дома. Сел у окошка. И строго-настрого помнил, что ему наказал котик. И тут лиса опять бежала. Бежит, смотрит. Туда зашла. Сюда зашла. Кота нигде нет. Петушок, петушок! Золотой гребешок! Масляного бородушка! Шелкового головушка! Хм! Выгляни в окошко, дам тебе горошка. Петушок подошел к окну, но не выглянул. Он помнил, да? Он помнил, как его в прошлый раз лиса вытащила. Лиса не успокаивается. Петушок! Там детки бежали. Пшено рассыпали. Куры клюют, петухам не дают. Ко-ко-ко-ко! Сказал петушок. Как это? Хм! Как это? Куры клюют, петухам не дают. И выглянул в окошко. Лиса его хватит! Схватила. И побежала с ним в лес. Бежит, уже убежала, уже пробежала речку. А петушок кричит. Несет меня лиса. За темные леса, За высокие горы, За быстрые реки. Котик, спаси меня! А котик далеко в лес ушел. Не слышит. Котик, несет меня лиса. За темные леса, За высокие горы, За быстрые реки. Спаси меня! И тут услышал котик. Как кричит петушок? Он прибежал, Догнал лису И отобрал петушка. Отвел его опять домой. Что же ты, петушок? Золотой гребешок! Что же ты меня не слушаешь-то, братец? Ведь утащит тебя лиса. Петушок Раскаялся. Я больше не буду ее слушать. Котик, я все понял. Пожили они какое-то время. Жили, не тужили. На рыбалку вместе ходили. Проходит время. И опять котику нужно идти куда? Нет. Сначала ему нужно сходить в лес. За дровами. Ушел котик. Далеко ушел. Прям вот далеко. Совсем далеко. Вот давай. Теперь тебе. Петушок залез на крышу. Чтобы котика было лучше видно. Да? И лиса не достанет. Здесь она меня точно не достанет. А лиса все это время караулила. Хм. Котик ушел. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Подходит она к дому. И говорит. Петушок, петушок. Золотой гребешок. Шелково бородушка. Масленоголовушка. Выгляни в окошко. Дам тебе горошко. Не буду я выглядывать. Отвернулся петушок. Ты опять обманешь. Нет, не обману. Там детки бежали, пшено просыпали. Куры клюют, петухам не дают. Хм. Не верю. Не слушает ее петушок. Правильно делает? Правильно. А лисичка не успокаивается. Хм. Говорит. Там люди шли. Орехи рассыпали. Куры клюют, петухам не дают. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сказал петушок. Как это? Куры клюют, петухам не дают. Выглянул. Слезь с крыши. А лиса его тут и схватила. И понесла далеко, 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 далеко к себе в норку. Ах, все. Пришел из леса котик. Посмотрел. Правильно. Ах, петушка нет. Туда посмотрел. Сюда сходил, посмотрел. Нету петушка. Вы петушка не видели? А вы? И вы не видели? Ах, что же делать? Кто его унес? Лиса? Ах, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что же он наделал? Что же он наделал? Как он мог? Подумал, подумал котик. Взял вот такую палку и пошел к норке лисы. Подходит и стучит. Лисонька-лиса, выходи, я тебе песенку спою. А лиса подумала-подумала. И интересно ей стало, кто же там хочет ей песенку спеть. А котик сел на пенечек и поет. Тринь-бринь гусельки, золотые струночки. Еще дома ли лиса-кума? Во своем ли теплом гнездышке? Лиса услышала песенку такую. Кто же там поет? Интересно ей стало, да? И выглянула из норки. Буквально одним носиком и одним ушком подбежал котик. Схватил ее за ухо и давай трепать. Отдай мне петушка. Вытащил ее из норы. Ты что делаешь? Отдай петушка по-добру, по-здорову. А лиса обиделась и убежала. Испугалась она нашего котика. Подошел котик к норке, заглянул, вытащил петушка и отнес его домой. И стали они жить поживать и добра наживать. И больше уже лиса их не беспокоила. Вот и все. Сказка на этом закончилась. А вы, дорогие ребята, и вы, уважаемые телезрители, рисуйте рисунки и пишите нам письма, которых мы ждем с нетерпением. Я буду ждать ваши письма по адресу 142-717 Московская область, Ленинский район, деревня Мильково, дом 105, дробь 1 на почту к тетушке Солушке. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok